Здравствуйте, уважаемые дамы и господа любители ножей! Сегодня мы находимся на озере Шапкино, это один из наших удоемов для платной рыбалки, здесь вот мостик, который мы сделали именно в том месте, где я хотел, сделанный здесь домик от дождя для рыболова, есть площадка для рыбалки и здесь же он использовался как шалаш весной при охоте на селезне. Здесь такое вот, как-то вот это все вот интересно, красиво, раньше здесь в это время не было доступа, как вот пройтись, чтобы там можно было только там в больших сапогах пролезть как-то, но это все не то, это вот сейчас идешь, такое ощущение, ну не знаю, там как в джунглях. Очень красиво, на мой взгляд, так, все это зарастает, зимой, когда это все строили по льду, был совершенно другой вид, сейчас это все так интересно. И самое главное, с этого места раньше можно было ловить рыбу только с лодки, а сейчас свободно можно ловить с нашего мостя. Хочу рассказать про два ножа, напомнить, что у нас есть такие модели, не новые, ну не знаю, там лет 10 может быть. Это нож северный номер 2 и нож северянин. Значит, ну давайте вот, сейчас покажу. Они в принципе, в принципе, отличаются очень здорово. Ну давайте нож северный номер 2. Есть просто северный, чем он отличается? Он короче, он шире, на конус рукоять шире. Это такая массивная рукоять, конуса не имеет, 4 мм, ну там можно и потоньше заказать. Клинок удобный, рабочий, прямой, рукоять любым хватом, все что угодно, классический северный нож. Ничего, ничего лишнего. Очень удобный и функциональный. Самый функциональный ножи с прямыми рукоятями. Все вот эти вот, даже уж какая бы ни была там крутая рукоять у грибника, которая, мало того, что она многим не нравится, но уступит она похватам. Был такой как-то вот научный труд по удобству, не то чтобы научный, а такое было исследование в Советском Союзе, хатаведы. Была такая статья, они, ножи, присуждали им баллы за удобство по какой-то определенной работе. И вот все ножи там с гардами, там с пластмассовыми рукоятями, они естественно очень здорово уступали. Вот. Вот такой вот ножичек. Я про него снимал тоже видео. Недорого. Функционально. Хоть на рыбалку, хоть на охоту. Удобный подъем для снятия шкуры. Очень удобный. Все, вот. Ничего лишнего. Нож северянин. Ну, тоже классическая рукоять, тоненькая, но прямая, под любой хват. В первую очередь, все ножи северные, это прямые рукояти. Посмотрите, любой северный нож, тот, который изготавливали охотники, профессионалы, изготавливали люди, которые постоянно работают с ножом. Вы не найдете на нем подпальцевых выемок, вы не найдете на них всяких там лишних понтов, которых не нужно. Потому что нож у охотника, нож у жителя севера, у жителя, вообще, скажем так, это, в первую очередь, у линевода, у того же там, да, это, в первую очередь, инструмент. А инструмент, он должен быть практичный, удобный, ничего лишнего. Вот этот нож, это вообще нож северянин, его как на каждый день. Посмотрите, толщина, да, здесь порядка где-то, он не толстый, порядка 2,5, ну, до трех. За счет вот этой тонкости, ее можно и потолще заказать, но я считаю, не имеет смысла. Цельная взрезка, он будет очень хорошо резать. Вот. И, видите, он от обуха идет полностью взрезка. Концептуально эти ножи похожи. Они очень функциональны и тот, и этот. Только чуть кому что нравится. Шкуру можно снять что этим ножом, что этим, без разницы. Рыбу разделать этим удобнее будет. На каждый день это полегче. Разделать оленя по суставам, или любого зверя по суставам. Естественно, вот этот нож. Ширина будет как раз такая, чтобы повторял изгибы сустава. И вообще, вот мне нравится, когда говорят, нож разделочный. Ну, это кто-то придумал, так, с легкой руки. Разделочный, от слова разделывать. А разделывают как? Разделывать по суставам. Потому что обвалочный, это обваловывать мясо. То есть, срезать мясо с костей. А разделочный, это без топора разделывать. Вот, по большому счету, я вам скажу так. Разделочный нож широкий быть не может. Вот максимальная ширина разделочного ножа. Потому что он у вас не полезет ни в один сустав. И ничего вы им не разделаете. Если понимать разделочный нож, буквально в смысле слова. Вот такие у нас ножи. Покупают их достаточно неплохо. Нельзя сказать, что модели забытые. Ну, так, напоминаю. Потому что, может быть, макрообзор-то я и не делал. Вот так это выглядит. Здесь, вот, кстати, конус идет еще дополнительный. С одной трети. Как мы видим. Простые и функциональные ножи сталь дамасская. Но могут быть из любой стали, которую вы захотите. Вот, как-то так. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok